Это программа Актуальное интервью. Здравствуйте, в нашей студии Андрей Юрьевич Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Спасибо, что с нами сегодня. Приближаются сроки осеннего призыва в армию в 2017 году, осенний призыв скоро. Какое количество новобранцев Орловщина отправит в части? Задания мы на осенний призыв пока не получили, но по предыдущим годам, по практике предыдущих лет, две трети призывников мы призываем весной. В этом году мы призвали весной около 1100 человек. Ну и соответственно на осенний призыв остается одна треть, это будет около 600 человек. В какие части могут попасть служить наши ребята? Ребята попадают у нас служить во все виды войск и вооруженных сил. Это и сухопутные войска в первую очередь, конечно же, они самые многочисленные. Но это и воздушно-космические силы, и военно-морской флот, безусловно. Это и воздушно-десантные войска. В частности, сейчас в области у нас работает представитель одного из учебных заведений, где сформирована научная рота. Он занимается отбором ребят Орловских в это... Это выпускники вузов? Это выпускники нашего Орловского государственного университета, причем определенные группы по родственной специальности военной. Если ребята изъявят согласие продолжать научную деятельность, служить в этой роте, то они будут призваны. Ну а какое преимущество это дает ребятам, именно служба в таких частях? Ну, в частности, если касается научных рот, то ребята по окончании службы могут при желании получить сразу офицерское звание и в дальнейшем заниматься научной деятельностью в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Мы таких ребят призываем, вот уже на протяжении трех лет направляем в научные роты. Ребята служат, занимаются научной деятельностью. Есть ребята, которые не стали продолжать военную службу, вернулись на Орловщину. Есть ребята, которые проходят военную службу, получили офицерские звания и служат родине в вооруженных силах. Учитывается ли пожелание всех призывников или все-таки нет? Допустим, кто-то хочет служить в одних войсках, кто-то в других. При соответствии состояния здоровья и морально-психологических качеств молодой человек, конечно же, может попасть в тот или иной род войск, в вид вооруженных сил. Если молодой человек желает проходить службу в воздушно-десантных войсках, соответственно, он должен готовиться к этой службе. Служба тяжелая, она предполагает годность по состоянию здоровья без ограничений. В идеале, если будет какой-то спортивный разряд, ну и у нас есть возможность в Орле совершать прыжки. Эти ребята, конечно, в первую очередь отбираются для службы в воздушно-десантных войсках. Если есть желание на флоте служить, то, безусловно, тоже молодой человек должен готовиться. Годность по состоянию здоровья без ограничений должна быть. В идеале, молодой человек должен иметь специальность родственную военной специальности в будущей. Большое количество ребят мы призываем, ну в частности, вот в ходе весеннего призыва 239 человек было призвано ребят, окончивших ДОСАФ, наша Орловская и Ливенская автошколы. И как о них отзываются в части? Нареканий по нашим ребятам нет. Жалоб не поступало. Жалоб не поступало. Ребята служат достойно. Престиж армии, по вашим оценкам, растет. Ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, что и жалоб меньше, и о дедовщине. Мы, представители СМИ, рассказываем меньше. И служить срочную службу полезно для будущей карьеры. Какие изменения последних лет положительно сказались на имидже, на образе армии? Ребята с большим желанием последнее время идут, последние несколько лет идут на военную службу. Связано это, безусловно, с изменением имиджа вооруженных сил, с теми изменениями, которые там происходят. Больше внимания уделяется боевой подготовке. Ребята занимаются на военной службе тем, чем они и должны заниматься. То есть изучают военное дело, готовят себя к защите Родины. И физически, и изучают технические дисциплины, получают воинскую специальность. Часть ребят мы готовим до начала службы, я имею в виду военных водителей. Но, безусловно, ребята получают воинские специальности и во время прохождения военной службы. Каков процент выпускников вузов? Весной мы призвали на военную службу 220 ребят, имеющих высшее образование. В процентном отношении это составляет 20% от всех ребят, призванных на военную службу. Примерно такой же процент мы планируем призвать ребят, имеющих высшее образование, и в ходе осеннего призыва. Но здесь следует сказать, что большинство ребят, идущих на военную службу, имеют образование профессиональное. Это не только высшее, но и среднее профессиональное образование. Ребят, окончивших 9 классов, нигде не учившихся, мы призываем очень маленькое количество. Ну, скажем, в ходе весеннего призыва таких ребят призвали менее 100 человек. Вы тут мнение, что лучше идти служить со своим годом, это так? Так, ребята легче адаптируются к военной службе, если начинают службу военную вовремя. Конечно, в 18 лет молодой человек к военной службе привыкает в 18-19 лет быстрее, чем в 24-25 лет, имеющие семью, имеющие ребенка. Но следует сказать, что, анализируя весенний призыв, следует сказать, что ребят, ну где-то половину, наверное, мы призвали ребят, это составило 680 человек, имеющих возраст более 20 лет. То есть уже таких ребят старших возрастов. По поводу службы со своим возрастом, я хочу, вот говоря об этом, хочу сказать, что какой возраст свой, то есть молодой человек 18 лет, а мы призываем больше половины старше 20 лет, ребят. То есть, соответственно, здесь о возрасте говорить очень сложно. Я считаю, что сейчас в армии молодой человек, если он готов к военной службе, он в любом возрасте адаптируется к военной службе, привыкнет. Служба всего год, за первый месяц-два ребята к военной службе привыкают. Скажите честно, плохо? Для того, чтобы определиться, нужен ли молодой человек армии, этого вполне достаточно. И за это время, я считаю, молодой человек должен определиться, нужна ли армия ему. Сейчас есть широкие возможности по заключению контракта по прохождению военной службы. То есть молодой человек, проходя службу по призыву, мое мнение, должен определиться, нужна ли ему эта служба. Если его все устраивает в службе, рядом с ним служат, возможно, и сверстники его, контрактники. Он видит их быт, видит, сколько они времени отдают военной службе, сколько у них остается личного времени, как их семьи живут рядом с ребятами. Но какие мотивы идти и служить по контракту? Это любовь к родине или все-таки финансовый вопрос решающий? Здесь выделить какой-то приоритет, я считаю, что здесь ставить очень сложно. Каждый молодой человек решает для себя, для чего ему военная служба. Конечно, без любви к родине проходить военную службу профессионально очень тяжело. Ты должен свою родину любить, иначе ты не сможешь служить. Это касается и рядовых контрактников, и офицеров, безусловно. Сколько у нас контрактников ежегодно? Ежегодно около 600 контрактников. По сравнению с другими регионами, как мы смотримся по количеству контрактников? Мне сложно сказать, потому что набором на контрактную службу занимается пункт по набору на контрактную службу. Территориально он находится на сборном пункте у нас, там, где мы ребят в армию по призыву отправляем, на службу по призыву. Но это отдельная воинская часть. Отбором на контрактную службу учетом этих ребят занимаются все-таки они. Потому что там есть, сейчас дали возможность на контрактную службу идти ребятам, имеющим высшее образование, без службы по призыву. С мая этого года такую возможность имеют ребята, имеющие среднее профессиональное образование. Без службы по призыву они могут заключать контракт, имеют право. И единственное, что им предлагаются воинские части, и, как правило, они в эти части убывают. Выбора у них такого нет, как у тех ребят, которые уже службу по призыву прошли. Но, тем не менее, определенное количество таких ребят есть. У нас вот по итогам полугодия первого около 60 человек, прошу прощения, 50 человек, было призвано на военную службу по контракту без призыва. Но это те ребята, которые хотят свою жизнь связать с военной службой. Вот когда мы говорим о службе по призыву, я считаю, что этого года как раз должно быть достаточно для того, чтобы молодой человек определился своей дальнейшей судьбой. Жить ли ему дома, с родителями рядом, с друзьями, заниматься профессией, которую он получил в гражданских учебных заведениях. Либо идти на военную службу, получать воинскую специальность, профессию и служить родине уже профессионально. Что касается срочной службы, есть ли какие-то изменения? В прохождении службы изменения, они все видимы. Сейчас телевидение, пресса широко освещают все изменения, происходящие в армии. Плоть до того, что по учениям, которые начались буквально сегодня, Запад-2017, уже кто только не сказал. Хотя, к моему большому сожалению, профессионалов редко кто слушает. По этому поводу выступал и министр обороны, и начальник генерального штаба, начальник оперативно-планового, главно-оперативно-планового управления генерального штаба. Но на их словах, к сожалению, по крайней мере, наши граждане Российской Федерации внимание обращают. А за пределом Российской Федерации на слова профессионалов мало кто обращает внимание. Слушают больше публикации, не профессионалов, а там измышлений всяких достаточно. И все-таки хотелось бы, чтобы вы рассказали, будут ли новшества в самом осеннем призыве. То, что касается самого призыва на военную службу, безусловно, изменения есть. Они у нас проходят практически каждый год. Вот то, о чем я сказал, в мае первые ребята у нас отбирались и уже были призваны на службу по контракту, имеющие среднее профессиональное образование. Это новое, до этого такого права ребята не имели. Ну и следует ребятам знать, что те, кто поступил в военно-учебные заведения среднего профессионального образования, им будет предоставляться отсрочка до окончания учебы. Раньше отсрочка предоставлялась только тем, кто окончил 9 классов, поступил в образовательное учреждение среднего профессионального образования до 20 лет. Теперь отсрочка предоставляется до окончания учебного заведения, независимо от классов. То есть и 9 классникам, и те, кто закончил 11 классов, поступил в учебное заведение среднего профессионального образования, отсрочка предоставляется до его окончания. Военные комиссариаты. Беспокоит ли состояние здоровья будущих призывников? Или оно меняется в лучшую сторону с годом? Безусловно, это одна из наших забот, приоритетных направлений работы. Мы в силу приказов министра обороны, постановления правительства, мы обязаны заниматься не только изучением состояния здоровья, но и обязаны заниматься оздоровлением призывников. Что успешно и делать в Органской области. В момент их постановки на воинский учет до призыва вооруженной силы. Следует сказать, что более половины ребят, призванные в ходе весеннего призыва, были признаны годными, без ограничений, ушли на военную службу, имея категорию годности А. Остальные ребята, ну, ровно были примерно распределены по Б2, Б3 и Б4. Это ребята, имеющие ограничения то или иное по состоянию здоровья, но тем не менее годные к военной службе. Какие заболевания характерны для Орловских призывников? Ну, Орловская область не отличается по структуре заболеваний от, в целом, от западного округа. Вот. У нас в структуре заболеваний – это заболевания кардиологические, заболевания хирургические, это плоскостопие, сколиозы. Может быть, в меньшей степени заболевания нервно-психические, вот, тем не менее они присутствуют. А бывали ли случаи, когда заболевания проявлялись уже в процессе службы, и ребят потом возвращали домой? Да, конечно, есть и ребята, вот такие ребята, в ходе весеннего призыва был у нас возврат, буквально совершенно недавно мы получили документы на них из лечебных органов Министерства обороны. Один из ребят о своих заболеваниях не знали, у одного были проблемы с ногой, во время адаптации к военной службе, ну, в процессе… То есть, обязательно медосмотр это не показал, или они не пожаловались? Да, при медицинском осмотре заболевания не были выявлены, ребята на состояние здоровья не жаловались. В одном случае это гепатит B, в другом случае это проблема с ногами. То есть, молодой человек, прибыв в армию, начал носить военную форму одежды, соответственно, берцы, вот, форма эта несколько отличается от гражданской обуви, соответственно, плохо себя почувствовал, обратился в лечебное учреждение, и вот по этому поводу был передан запас. Вот за весенний призыв два человека у нас таких, это совершенно незначительное количество. В ходе осеннего призыва, скажем, прошлого года у нас ни одного такого человека не было. В СМИ появилась информация, что все брянские призывники проходят через прививочные кабинеты, им делают прививки от гриппа, вакцинируют против различных инфекций, как у нас прививать. Будут, ребят? Требование такое есть, но зависит это не от медицинских комиссий, в частности, военно-врачебной комиссии, областного военнокомиссариата. Это зависит от наличия вакцины в области Департамента здравоохранения Орловской области, лечебных учреждений. При наличии вакцины такое требование к нам и просьба наша к лечебным учреждениям, безусловно, есть. В частности, по результатам осеннего призыва прошлого года, даже прокуратура разбиралась, почему ребята из Орловской области отправлены были на военную службу непривитыми. Претензии были к лечебным учреждениям, но сослались на отсутствие вакцины. Дело в том, что ребята прививаются при наличии санитарно-эпидемиологических оснований. То есть, если предэпидемиологическое состояние в области рибоэпидемия, тогда прививаются, безусловно, все. Если таких оснований нет, то органы здравоохранения ссылаются на то, что прививки необязательны. Хотя военные медики требуют, чтобы прививки такие были. Ну, будем надеяться, что все придут к общему знаменателю. Орловчанка ждет ли орловских ребят? Весной нами в Орловчанке подготовлено более 70 человек, 75 человек. Мы надеемся, что такое же количество нам будет мест выделено и в ходе перед осенним призывом. Благодаря правительству области, губернатору традиция замечательная продолжается. Если все, 17 лет уже эти сборы проходят, два раза в год, 21 день ребята там присутствуют. Как они меняются? Вы знаете, нужно туда приехать до, на открытие этих сборов. И когда эти сборы закрываются, и все совершенно сразу становится видно и понятно. Ребята там получают не только усиленное питание, шестиразовое, но и занимаются там и физической подготовкой, и строевой подготовкой. Они там учатся петь военные песни, разучивают комплексы упражнений, ребята становятся подтянутыми. Практически по окончанию этих сборов ребята готовы к военной службе. Примерно такое же время составляет курс молодого бойца в частях, когда ребята перед присягой изучают уставы, изучают строевой шаг, приемы с оружием. Изучают основы военной службы. Вот это же все происходит у нас в Орловчанке. То есть, в общем-то, ребята, пройдя вот эти вот сборы военно-спортивные, они уже готовы к военной службе. Можно сразу переодевать и ставить в строй. Ну и желание служить возникает наверняка даже у тех, у кого его не было. Уклонисты проблема для Орловского региона? Эта проблема существует везде, мы не исключение. Какое количество их? Менее 400 человек у нас. В результате подготовки к осеннему призыву, эта цифра, известно, станет у нас ближе к началу призыва. У нас все-таки две недели еще до начала призыва, две с половиной есть. По результатам весеннего призыва 352 человека. Я думаю, что незначительно это количество вырастет. За счет тех ребят, которые выпустились из учебных заведений, убыли к новому месту работы, либо к новому месту жительства, либо вернулись к тому месту жительства, откуда приезжали к нам на учебу и на воинский учет там не встанут. Какое-то определенное время, безусловно, мы их будем снова разыскивать. А потом какие-то санкции к ним применяются? Разыскали. Далее что? Ну, минимально это штраф, административное наказание. Максимально это предусловлено уголовным кодексом, статья 328 уголовного кодекса до двух лет. Лишение свободы. Последнее время к таким ребятам, если дело доводится до суда, то применяются штрафные санкции. Но молодой человек считается судимым по уголовной статье и преференции в жизни это ему не доставит точно. Следует отметить, что ребята, которые... В последующем он подлежит по окончанию, по истечению срока судимости, он подлежит призыву на военную службу на общих основаниях. Единственное, что он не попадет, скажем так, в элитные виды вооруженных сил и родовойск. Но следует сказать, что уже четвертый год предусмотрена выдача справок тем ребятам, которые достигли 27 лет и не прошли военную службу, не имея на то законных оснований. Справка называется «Справка взамен военного билета». Выглядит она как лист бумаги слегка зеленого цвета, обычная, с фотографией. Те же разделы, что в военном билете, но это уже не военный билет. И на обрусслужбу, и на престижную работу может быть дорога закрыта с такой справкой? Или все-таки нет? Ребята, такие ребята не смогут пройти муниципальную и государственную гражданские службы. Ну и многие руководители, безусловно, он никогда не сможет попасть на службу в силовые структуры. Ну и руководители предприятий и организаций, безусловно, очень внимательно следят за тем, кого они принимают на работу. Если такая вот в наличии есть справка вместо военного билета, то по неволе вызовут сомнения, сможет ли этот молодой человек, не отдав долг к родине... И не будет ли он вдруг уклоняться от работы. Да, уклоняться от работы, так как уклонялся от армейской службы. Можно ли посчитать уклонением от призыва, вот допустим, случай такой, если молодой человек поставил подпись за получение повестки на медкомиссию, а военкомат не явился? Как на таковую, на медицинскую комиссию, ребята не вызываются. Медицинская комиссия, прохождение медицинской комиссии предусматривает следующее, сразу же прохождение призывной комиссии. То есть молодой человек вызывается для прохождения медицинской и призывной комиссии. А уклонение от призыва, уклонение от явки на призывную комиссию, это одно из уклонений, видов уклонения от военной службы. Поэтому, безусловно, к такому молодому человеку могут применяться уже и страфные санкции, и в случае повторения к уголовной ответственности может быть молодой человек привлечен. Каждый год обсуждают одно и то, что срок службы увеличится или нет? Вам что-то известно по этому поводу? Президент, верховный главнокомандующий Российской Федерации сказал однозначно, в ближайшее время срок службы пересматриваться не будет. Ну и целесообразности в этом нет, потому что вооруженные силы комплектуются в последнее время все больше и больше военнослужащими по контракту. Это ребята, как правило, имеющие образование, родственные воинской специальности, либо получившие воинскую специальность в ходе военной службы по призыву. Это уже ребята старшего возраста, не 18-19-летние. Это те ребята, которые, ну вы видите, что у нас военная полиция, в частности, в Сирии принимает участие. Это тоже они в составе вооруженных сил Российской Федерации действуют. Принимают участие вооруженные силы, и я имею в виду только контрактников, вот, в тех операциях, которые проводятся на Северном Кавказе. Военная служба по контракту, она предусматривает, что молодой человек, который там служит, он является профессионалом, военным профессионалом. Так же, как вот гражданский специалист на заводе, если он знает свою специальность, он востребован, он и хорошо оплачиваем. Точно так же все и происходит и в армии. Андрей Георгиевич, а почему у нас не прижилась альтернативная служба? Не очень-то много желающих. Сложно мне сказать. В альтернативную гражданскую службу идут ребята, имеющие, вот, в Орловской области было призвано, ну, чуть более 20 человек на эту службу, в частности, вот, в ходе весеннего призыва было 3 человека призвано. На моей памяти это вот первый раз такой массовый, скажем так, призыв на отправку на альтернативную гражданскую службу. В ходе осеннего призыва еще один молодой человек будет отправлен. Ребята, ну, во-первых, там срок службы больше. Следует ребятам знать, что там срок службы 18 месяцев, если молодой человек проходит службу в гражданской организации. А, как правило, туда мы, ребята, отправляем. Это и геронтологические центры, ребята ухаживают за больными немощными стариками. В своем регионе служат? Нет, ребята, как правило, служат за пределами региона, но бывает, что и в своем регионе. Ну, и на почты отправляем ребят, вот, они служат почтальонами. Но одно из условий, чтобы ребята проходили в какой-то из организаций альтернативную гражданскую службу, предоставление жилья, ну и, безусловно, оплата этого труда. Он оплачивается там на общих основаниях, ребята получают заработную плату. Но срок службы дольше, чем служба по призыву. Пока все ребята проходили у нас альтернативную гражданскую службу, им заменялась служба военная на альтернативную гражданскую по вероисповеданию. То есть вера у них предполагала, что они не могут давать клятву никому, кроме Господа Бога. Государство они клясться не могут и не могут держать в руках оружие по своей вере. Пока только такие. Хотя альтернативная гражданская служба предполагает и призыв на нее и пацифистов. Ну вот таковых пока у нас, что они... Надо еще доказать. Да, пока никто не смог доказать. Андрей Юрьевич, ну и в завершении беседы я предлагаю дать несколько советов призывникам и их родителям также. Ну в первую очередь службы не боятся. Повторюсь, вот весной мы призвали около 1100 человек. Родителям не боятся также. 600 человек призовем. То есть каждый из родителей, понятно, что ближе всего свой сын. Но они должны знать, что он не один идет на военную службу. Достаточно большое количество ребят из Орловской области, те, кто учился с молодым человеком, жил рядом. И также идут на военную службу. Мы часто ребят призываем в те же воинские части, в которые призывали в предыдущие призывы. То есть они пойдут в части, где их уже ждут их друзья, соседи, возможно. Ну по крайней мере орловцы там уже служат. Они должны об этом знать. Они должны знать, что за время военной службы они получат воинскую специальность. Которая, возможно, и не пригодится им в дальнейшей гражданской жизни. Но нужно посмотреть на наше поколение. Они должны посмотреть на своих отцов. А в массе своей люди, которые прошли раньше военную службу, они этой службой гордятся. Человеку свойственно плохое забывать, а помнить только хорошее. И значит, если хорошим словом службу вспоминают, значит было в этой службе больше хорошего, чем плохого. Родители должны знать, что права их ребят будут защищены. В первую очередь, конечно, законом. Существуют органы надзора, это органы полиции военной, которые следят за прохождением военной службы ребятами. Ну и они должны знать, что у каждого молодого человека будут командиры, не один, который за ребят, которых мы отправим на службу, отвечает. Не раз видели примеры, когда командиры, офицеры, защищая солдат, защищая их здоровье, ну, ложатся на боеприпасы, на гранату, защищая солдат, срочников, которые находятся рядом, получают травму, увечья, гибнут, но тем не менее ребята остаются здоровыми. Родители должны об этом знать, обо всем. Вот. Ну и следует им знать, что госслужбы пролетят очень быстро. Я занимаюсь призывом уже достаточно давно, и меня многие родители знают, и я многих знаю. Мои близкие, друзья, знакомые ребят призывали, отправляли в армию. Когда готовятся к призыву, когда думают о нем, думают, что это все будет долго. Но когда год проходит, они говорят о том, что это был миг какой-то. Вот. Все прошло очень быстро и совершенно незаметно. Казалось, только отправляли в армию, плакали, сейчас уже смеются, встречают. Вот сейчас осенью, с 1 октября начнется увольнение ребят, которых мы призывали всего лишь год назад. Надеемся, что они будут хорошо вспоминать свой год службы. Спасибо вам за напутствие, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok